Почему? Ну, в рамках проведения мероприятий по замораживанию средств физических лиц включено перечень внутричастных терапевтических действий. Здесь можно будет обращаться в учреждение банка с данной блокировкой. То есть у вас таки записано, да? Да. Хорошо, спасибо большое. До свидания, всего хорошего. Спасибо вам за обращение. Всего доброго. Ну да. Надо принципиально разобраться по всем сомнительным объединениям и учреждениям. У нас всяких разных фондов, структур и представителей западных фондов куча. Это уже дело главы администрации президента организовать работу и всех их перерегистрировать. Давно надо было провести проверки курсов изучения странных языков, скаунтских организаций и других подобных им структур, управляемых и финансируемых из-за границы. Их нужно привести в чувство. Если они способны работать на государство, мы будем их терпеть и с ними сотрудничать. Нет, значит, подножки. Нелегитимная власть не устает штамповать изменения в законодательство страны и все ради того, чтобы узаконить очевидный беспредел. Очередным поправкам подвергнется и закон о СМИ. Их вступление в силу будет означать фактическую расправу над независимыми медиа. Так блокировка сайтов станет еще проще, для этого даже не будет нужное решение суда. Основанием для этого сможет стать размещение любых материалов, которые Мининформ и другие ведомства сочтут экстремистскими. Помимо этого будет усилено давление на журналистов. Даже при наличии редакционного задания и необходимых документов, их присутствие на несанкционированных массовых мероприятиях приравняют к участию. А значит, журналистов, которые выполняют свою работу, будут судить по народной статье и подвергать арестам до 30 суток. Также СМИ смогут лишать официального статуса без разрешения суда. Мотив, 12-го года, момент был только один. Я хочу жить в стране, где торжествуют законы. Законную реакцию правоохранительных органов на противоправную деятельность некоторых граждан в Беларуси, называющих себя поляками, в Варшаве считают притеснением польского национального меньшинства. Мы никогда не вспоминали об оккупации большей значительной части белорусской территории 20-30-е годы прошлого века. Но, видимо, пришло время вернуться к этой теме и детально исследовать ее с привлечением историкам и политологам, что уже, кстати, мы начали делать. Если взять признаки классического фашизма, в Беларуси они все практически сложились. И Лукашенко фактически повторил те свои обещания от 95-го года или установки, на которые он ориентировался, когда он цитировал Дольфа Гитлера. Он же тогда сказал, что это соответствует его пониманию президентской власти, роли в ней президента, как это делал Гитлер. Но он приплюнул даже его в каких-то масштабах, по масштабу террора на душу населения в довоенной Германии. Там атмосфера, когда садисты издеваются над людьми. Мы не должны с этим мириться, мы должны с этим бороться. Мы забросили два ведра хлора, и у всех через 20-30 секунд потекли слезы, нос, начался кашель, рвотные рефлексы, лица начали краснеть, начали задыхаться. Мне было не хуже всех, я вас уверяю. Те люди, которые изображают из себя фельдшеров или акушеров, мне кажется, они стали по-своему, они уже перестали быть медиками, они стали уже надзирать. Мы глобализмом не страдаем, если говорить о перспективах. У нас обычные земные вопросы и проблемы. Все интересующие вопросы мы можем обсуждать на площадках Организации Объединенных Наций, других международных организаций Нью-Йорка, Женеве или Вене. Там есть возможность говорить со всем миром, и нет необходимости держать политических советников в странах, которые заморозили с нами контакты, в силу своих предубеждений или ведут против нас деструктивную деятельность. Лукашенко не бечен, и мы не знаем, кто будет следующим, и какой он будет диктатор, и авторитарный руководитель мы тоже не знаем. Скажите, в чем белорусская национальная идея? А какая же у нас национальная идея? Чем хуже, тем лучше. Что нам принесла? У-у-у! 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 Продолжение следует...